Всем добрый день, как меня слышно? Отлично. Видно ли экран? Давайте буквально минутку. Кто не видит экрана, попробуйте выйти, перезайти. Потому что я почему-то не мог его включить долгое время. Что-то плохо работало. Попробуйте перезайти, должно показывать. Отлично. Потихоньку логинятся обратно. Сегодня у нас 8 сентября. Наконец-то работаем уже в предыдущем режиме. Надеюсь, ничего сегодня не потревожит и не будет прерваться у нас брифинг. Есть у нас 30-35 минут для того, чтобы разобраться, что происходит. И думаю, рационально это время используем. Сегодня также в 18.30 по Киеву, 19.30 по Москве. И я так понимаю, это будет 12.30 по Нью-Йорку. Но сделаем также уже разбор сделок. Так как на форуме уже полным-полно у нас акций. И как раз будет время для того, чтобы разобрать количество сделок. Уже достаточно много как раз для этого события. Значит, что же касается других организационных моментов. То есть, ту программу, о которой я говорил по поводу того, что будем делать статистику, просматривать и буду следить за отдельными взятыми аккаунтами. Будет запись по 10 человек. Это будем делать уже с понедельника месяца. Что касаемо конкретно, как это все делать, уже в понедельник на очередном брифинге я буду рассказывать. Значит, что касается сегодняшнего дня. Видели, что после выхода новостей немного поменялся у нас фьючерс. Фьючерс был у нас нейтральный. Приблизительно плюс 0,6 плюс 0,8 был в последнее время. Но после выхода новостей на данный момент по Bloomberg уже минус 6,7. На данный момент S&P 500. Что касается основных новостей на сегодняшний день. Сегодня у нас традиционно новости по employment, то есть jobless claims. Пособия по безработице были 8,30 у нас. Новости в принципе не очень хорошие. Ожидали 408 тысяч новых пособий по безработице. А считались 414 тысяч. То есть это на 6 тысяч новых страховок больше, чем ожидалось. То есть безработица пока на убыль не идет. Что касается international trade. Это тоже очень важная новость. Особенно для пары евро-доллар. Для силы доллара. International trade это торговый баланс. Является он частью платежного баланса. И тоже 8,30 он отчитался. Значит ожидали, что будет минус 51,9 миллиарда. И на данный момент пока еще почему-то данные не публиковали. То есть может на других показателях, таких как Finviz, эти данные уже есть. Значит посмотрим, что у нас на главной странице на Finviz есть. Значит trade balance. Актуальное значение минус 44,8 миллиарда долларов. То есть ожидали больше дефицит торгового баланса, получили меньше. То есть эта новость достаточно положительная. Но все-таки фьючерс у нас отрицательный. То есть немного в другую сторону идет реакция. Хотя вот я так, я наверное ошибаюсь. Но у меня по-моему неправильно показывает совершенно фьючерс. Либо это Bloomberg немного отстает. Но у меня фьючерс в Blackwood, может это неправильно, но у меня вообще плюс 34 показывает. У кого в Blackwood включены индексы, посмотрите сколько показывает фьючерс. по S&P 500. Потому что у меня показывает плюс 34,5. Ну думаю, что это значение явно неверное. Потому что на Finviz у нас S&P 500 на данный момент минус 6,1. И что касаемо Bloomberg у нас минус 6,7. Вот в ТОСе показывает минус 11. А вот подсказывает, что он так с самого начала до новостей показывал. То есть это скорее всего заклинило его на вчерашнем индексе. То есть на вчерашнем значении индекса. Так как индекс закрылся по Dow Jones плюс 275. Значит, что касается индекса Dow Jones. То есть тоже видели, какие у нас интересные движения происходят в последнее время. То есть недавно обвал, потом возврат и полностью все возвращаем. То есть таким коридором сейчас начинаем немного смещаться выше. То есть ситуация на самом деле очень неопределенная. Непонятно, будет ли у нас все-таки основные индексы находить дно, а потом идти выше. Или уже с этих значений пойдет выше. Но могу сказать одно. Так как фьючерс у нас каждый день веселый. Это очень даже положительно для внутридневной торговли. Поэтому если хотя бы до середины сентября или вообще на весь сентябрь такие фьючерсы у нас будут и будет такая неопределенность на рынке, то можно сказать, что нам очень повезло. Потому что обычно сентябрь месяц, это при нормальной ситуации на рынках, это довольно-таки спокойный и медленный рынок. Не всегда, скажем так, в хорошую сторону. Почему? Потому что движений может такое быть, что вообще на протяжении дней не быть. То есть первые 15-20 минут может происходить расторговля, а потом целый день многие акции стоят в флете. И только некоторые из них делают неплохие движения. То есть всегда можно в принципе найти хорошие акции. На любом рынке в принципе можно зарабатывать. Но это очень серьезно, на самом деле осложняет саму задачу, как это делать. Значит, одну секунду. Спасибо. 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 Так, значит, что касаемо фьючерса, то это, скажем так, как минимум хорошо. То, что происходит в этом сентябре месяце. И межотчетный период у нас, как вы знаете, будет идти до 20 октября. Поэтому пока желательно нам заниматься, конечно же, в большей степени анализом своих действий, то есть анализом самого рынка и готовиться уже к следующему отчетному периоду. Значит, что же касается сегодняшнего фьючерса, не думаю, что он все-таки будет сильно отрицательный. Думаю, все-таки, если даже он ниже откроется, если будет больше минус 10 у нас фьючерс, сейчас посмотрим, как себя ведет спай. Да, спай все-таки выходит достаточно резко вниз. И думаю, что фьючерс у нас тоже будет сегодня хороший. В отрицательных значениях имеется в виду. Поэтому не могу сказать, что будет целый день он падать, так как вчера целый день он рос. Мне почему-то кажется, что он упадет, немного где-то там отстоится, а потом будет потихоньку возвращаться. Как заметили, в последнее время так очень часто происходит. Значит, также из таких глобальных новостей, из последних, это связано было с Европой. Как слышали Ангела Меркель, она проиграла все местные выборы в местные органы власти, при том еще и в своих городах, откуда она родом. И это будет говорить о том, что в Германии будет меняться власть в ближайшие два года. То есть это первая новость. Вторая, по поводу Греции, все-таки хотят объявить дефолт, потому что очень многие против выделения еще следующих траншей. И говорят, что если они даже будут, то Греция должна сделать залог. То есть что касаемо самой Европы, то видно, что сейчас в данный момент торгуются на разнонаправленно. То есть направления пока нету, так же как и по азиатским индексам. То есть сегодня день такой нейтральный был. Но вообще довольно-таки серьезная ситуация сейчас с Европой. Это можно даже заметить по паре евро-доллар. После выхода новостей, у нас, кстати, сейчас нормальная корреляция происходит. Доллар усиляется. То есть видно, минус 139 пунктов идет соотношение пары евро-доллар. То есть 1.39, 59 и минус 139 тиков. На данный момент доллар усиляется против евро. То есть евро достаточно слабенький. То есть когда дорожает национальная валюта, очень часто это переносится на фондовый рынок следующим способом, что он на этом фоне падает. Потому что стоимость валюты, она, скажем так, дороже становится сильнее, а акции это коррелирует в обратной пропорции. И идет снижение курсовой стоимости. То есть аналогично, когда, помните, падал доллар у нас каждый день с 1.2, 1.25, то рос фондовый рынок на этом фоне, потому что акции, они эту инфляцию тоже коррелировали. Значит, что касается золота. Сегодня тоже оно может неплохо скорректироваться и пойти ниже. И то, что оно торгуется сейчас в положительных значениях, это очень даже неплохо. То есть будет откуда-то падать. То есть обычно на усилении доллара тоже драгметаллы могут как раз падать. Значит, что касается фьючерса на нефть, стоимость 89 долларов 13 центов на данный момент торгуется. По сравнению с вчерашним клоузом всего лишь на 21 цент идет падение. То есть тут практически никаких серьезных движений нет. Значит, это что касаемо основных новостей по Европе. Основные цифры. И что касается уже таких глобальных новостей по США. Значит, сейчас будет происходить, происходит спич Обамы. То есть даже вот на Блумберге есть 36 минут назад новость о том, что Обама to challenge Republicans on jobs. То есть по рынку труда. То есть будет спич. Недавно, с чем было связано, кстати, падение в Европе в понедельник и во вторник по Найсу. Было связано с тем, что правительство на многие крупные банки открыло судебные процессы по поводу распродажи токсических активов. Имеется ввиду ипотечных бумаг, которые заблаговременно было понятно, что они уже ничего не стоят. Были обвинения в сторону таких банков, как Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Goldman Sachs и многие другие. То есть достаточно серьезная вещь. И также на некоторых менеджеров компании Freddie Mac и Fannie Mae. То есть там еще и IG было как бы вовлечено. Спасибо.